К другим темам. 7 и 8 сентября в Челябинской области пройдут выборы губернатора. В Магнитогорске почти все избирательные участки будут оборудованы электронными комплексами обработки бюллетеней. Это заметно облегчит и ускорит работу участковых комиссий. Также можно будет сделать свой выбор с помощью недавно введенной системы дистанционного голосования. Остается доступна и процедура волеизъявления на дому. Комплексы обработки избирательных бюллетеней уже хорошо зарекомендовали себя на прошлых выборах. Поэтому на предстоящих, сентябрьских, ими будут оборудованы 174 из 183 участковых избирательных участков. Наличие электронных устройств автоматизирует подсчет голосов, а вот для самих избирателей практически ничего не меняется. Потому что для этих комплексов используются бумажные бюллетени особой формы. Но они бумажные. Этот человек точно так же ставит знак, отметку о своем волеизъявлении. После чего пропускает бюллетень через сканер комплекса. Система проста в эксплуатации и достаточно надежна. Именно поэтому 95% участков, крупных с прикрепленным количеством избирателей более тысячи, будут оснащены подобным оборудованием. Кроме того, согласно федеральному закону номер 67, можно при наличии уважительной причины проголосовать на дому. Нынешний период письменного или устного обращения в участковые комиссии по поводу возможности такого голосования с 28 августа до 14.008 сентября, последнего дня голосования. По опыту прошлых лет дома голосуют около 10% избирателей. Человек или болен сам, или ухаживает за больным, даже молодая мама с маленькими детьми, это тоже уважительная причина. Все избирательные комиссии должны чутко относиться к избирателям. Что касается столь масштабной установки электронных комплексов именно в Магнитогорске, объяснить причину просто. В нашем городе 7 и 8 сентября будут выбирать только губернатора. А в том же Челябинске, например, еще и депутатов городской думы. В случае совместного голосования КАИБы нецелесообразны. Там как раз подходят обычные урны для избирателей. А по территории у нас, Челябинской области, проводится более 60 компаний муниципальных. Поэтому КАИБы обычно распределяются из удобства голосования избирателей. Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут доставлены в Магнитогорск в конце августа. Павел Зайцев, Евгений Грудев, телекомпания ТВН.